Как чествовали легенду советской геологии? В Казанском университете прошел памятный митинг в честь юбилея Андрея Трофимука. Один из самых, наверное, выдающихся выпускников нашего геологического факультета. Россия вошла в топ-11 крупнейших экспортеров чая. Как отразится интерес зарубежных потребителей к российской продукции на ее цене? Такие традиционные страны, как Индия, Стреланка, то есть целый русский чай, да, и еще можно добавить Кению. Эти четыре страны, они контролируют более 70% мирового экспорта чая. Ученые Казанского университета смогли усилить действие антибиотиков против малочувствительных штаммов бактерий. Как работает эта технология? Мы можем за счет этого использовать гораздо более низкие концентрации антибиотиков, которые уже не являются токсичными и не приводят к каким-то побочным эффектам. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Студентами Казанского университета стали еще более 260 человек. Они зачислены в рамках квоты на обучение иностранных граждан на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения. Напомним, 17 августа выйдет основной приказ по поступлению на бюджетную форму обучения на программы бакалавриата и специалитета. 25 августа на программы магистратуры. 16 августа у здания Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся памятный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося ученого Андрея Трофимука. Имя Андрея Трофимука широко известно среди российских геологов. Всю свою жизнь он посвятил освоению нефтяных месторождений и изучению методов поисково-разведочных работ. На памятном митинге выступил проректор Казанского университета Донис Нургалиев. Он рассказал о главных достижениях ученого, среди которых открытие Дивонской нефти и трех важнейших нефтегазоносных районов – Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского. Это один из самых выдающихся выпускников нашего геологического факультета. Правда, он его закончил в 1933 году, еще давно еще. Сегодня исполняется ему по новому стилю 110 лет. И мы проводим вот это мероприятие около доски, которое мы поставили на 100-летие Трофимука на здание института геологии, геологического факультета тогда еще. По словам Донисы Нургалиева, Трофимук внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. Благодаря ему были открыты скважины-миллионники. Началась активная добыча нефти из Дивонских отложений. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс. Чай – самый популярный напиток в мире. Четыре страны-производителя поделили между собой около 70% рынка. Однако в нем еще есть место для России. Как увеличение доли экспорта чая отразится на его цене, расскажем в следующем сюжете. Специалисты Федерального центра при Минсельхозе России опубликовали прогноз, согласно которому экспорт чая к 2030 году может вырасти с 20,6 до 30 тысяч тонн. По сравнению с Китаем, ежегодно производящим около 2,5 миллионов тонн, эти цифры кажутся каплей в кружке чая. С какими конкурентами на мировом рынке столкнется Россия и сможет ли выдержать эту конкуренцию? Китай, такие традиционные страны, как Индия, Шри-Ланка, то есть целый лунский чай, и еще можно добавить Кению. Вот эти четыре страны, они контролируют более 70% мирового экспорта чая. Напрямую конкурировать с ними достаточно сложно, поскольку это уже устоявшиеся связи, устоявшиеся традиции во многих странах. Но тем не менее можно искать определенные ниши для своего товара. Так, в частности, Китай у нас закупает некоторые виды чаев, потому что эти виды чая для них являются, скажем так, диковинкой. Так популярность в Европе и Азии набирают иван-чай, травяные сборы на основе ромашки, душицы и других лечебных трав. Ценится и самый северный чай в мире, сделанный из краснодарского листа. Но если продавать чай за границу, не станет ли снижение его доли на российском рынке поводом для резкого увеличения цен? Сами производители, они все-таки ориентируются, в первую очередь, на собственную прибыль. Поэтому им, по-вашему счету, без разницы, что думает население. То есть они ищут, где выгоднее. Отчасти такие вопросы могут решаться действиями правительства, которое может, допустим, установить определенные экспортные пошлины на чай. Соответственно, экспортерам приходится платить дополнительные суммы еще за экспорт чая. Соответственно, им становится выгоднее уже продавать чай внутри страны. Но в целом, я думаю, что ситуация роста цены на чай, она, наверное, в каком-то смысле неизбежна, поскольку цены растут во всем мире. Согласно данным Росстата, с начала года розничная стоимость чая по стране увеличилась на 3%. Это заметно ниже уровня годовой инфляции, составляющей 6,5%. По прогнозу экспертов, цены вырастут лишь на чистые чайные сорта. А для пакетированного чая и напитков на его основе стоимость останется неизменной. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На сегодняшний день из-за широкого употребления антибиотиков активно развивается устойчивость к ним. Все больше и больше штаммов бактерий становятся к ним малочувствительными. Но ученые Казанского университета нашли так называемый усилитель антибиотиков. Все подробности далее. Поскольку антибиотики имеют определенный предел концентрации, который можно вводить человеку, иногда этого оказывается недостаточным, чтобы подавить жизнедеятельность бактерий. Ученые Казанского университета выяснили, продукты жизнедеятельности, то есть метаболиты одной бактерии, помогают бороться с другой. В последнее время показано, что большинство заболеваний связано не с одним возбудителем, а с несколькими. И вот в нашей лаборатории мы уже пять лет пытаемся моделировать те ситуации, когда вместе сосуществуют несколько болезнетворных бактерий и как можно подавить их жизнедеятельность. И вот в ряде случаев мы увидели, что действие антибиотиков на консорциум бактерий оказывается намного эффективнее, чем на одиночные бактерии. Исследователи пришли к выводу, что золотистый стафилококк, который сам по себе является достаточно опасным патогеном и вызывает заражение крови, ангину, дерматиты и множество других тяжелых заболеваний, выделяет некоторые метаболиты, усиливающие действие антибиотиков в отношении возбудителей гнойной конгрены – синегнойной палочки. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы идентифицировать, какие же вещества выделяет данная бактерия, чтобы иметь возможность их синтезировать химическим путем, либо же выделять из культуральной жидкости самого стафилокока и использовать для повышения эффективности антибиотиков, как минимум для наружного применения, для лечения кожных инфекций, заболеваний слизистых, может быть, конъюнктивитов. Сейчас ученым предстоит выяснить, что именно и как работает, чтобы далее результаты исследований можно было использовать в практических целях. В первую очередь, конечно, мы можем за счет этого использовать гораздо более низкие концентрации антибиотиков, которые уже не являются токсичными и не приводят к каким-то побочным эффектам. Во-вторых, если мы будем использовать данные усилителя антибиотиков, то это снизит риск возникновения резистентности или устойчивости бактерий к используемым препаратам. По словам Айрата Каюмова, результаты исследований могут получить широкое распространение уже через несколько лет. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Практически все аппараты, отправленные в космос, отслужившие свою работу, как правило, остаются на орбите Земли в виде мусора. Чем же опасен космический мусор, расскажем в нашем сюжете. 4 октября 1957 года на орбиту Земли был запущен первый искусственный советский космический аппарат «Спутник-1». Это был мировой прорыв для космонавтики. С тех пор в космос отправляют спутники для определения погоды, для телевидения, ракеты и много других объектов. Что-то выходит из строя и в космос отправляют новые устройства. И на орбите образуется космический мусор. На сегодня их больше 100 тысяч частиц разных размеров. Их количество растет не только по мере запуска других спутников, но и в ходе естественной эволюции. Правда, оговорюсь, это справедливо для спутников на высоких орбитах, где очень мало трения земную атмосферу. На низких орбитах этой проблемы практически нет, потому что за достаточно короткое время спутники за счет трения об атмосферу теряют высоту и входят в плотные слои и просто сгорают. К сведению, низкими считаются орбиты, которые имеют высоту от поверхности Земли условно до 1000 километров. Высокие орбиты – это десятки тысяч километров, где плотность атомов земной атмосферы ничтожна. Образование космического мусора можно сравнить с дорожно-транспортным происшествием на дороге, когда два неуправляемых аппарата с разными скоростями могут столкнуться. И в зависимости от столкновения либо просто деформируются, либо от них отлетают какие-то куски, каждый из которых становится отдельным фрагментом мусора и может причинить неудобства другим. Также и космический мусор, который скапливается годами на орбите, может привести к большой катастрофе при столкновении объектами. Так что же делать уже с имеющимся мусором? Во-первых, его каталогизируют по мере возможности. Понятно, что очень мелкие фрагменты мы наблюдать не можем, но тем не менее все, что доступно наблюдением, оно заносится в каталоге. Есть проекты специальных ловчих спутников, то есть спутников-мусорщиков, которые будут с помощью неких сетей или других устройств собирать фрагменты и, соответственно, их утилизировать. Но пока это концепт. В реальности такие аппараты не запускались. Энджи Минебаева, Ленар Товлетяров, Универньюз. На этом все. В студии была Ариатна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!